Урлакова Юлия, я директор по продукту транспортный движок, и сегодня я вам расскажу про работу в личном кабинете. А перед этим давайте посмотрим, прочекаем, насколько меня видно и слышно. Поставьте какие-то значки, плюсики, минусики. Видно, отлично. Презентацию видно? Да, отлично. Тогда начинаем. Значит, что мы сегодня обсудим? Так, сейчас я попытаюсь все это раскрыть на весь экран. Так, видно? Да? На весь экран. Я вас сейчас не вижу, я буду возвращаться в чат периодически, задавать вопросы какие-то и смотреть на вашу обратную связь. Я бы хотела сегодня построить нашу встречу таким образом, что я буду рассказывать не просто о том, что такое продукт транспортный движок, да, а все-таки больше уделить внимание тем моментам, сложностям, которыми сталкиваются агенты при работе. Покрыть эти вопросы, поэтому если они у вас есть, заготовлены, это будет прямо отлично. Если нет и появится в ходе встречи, еще лучше. То есть формат такой, что хотелось бы построить, что это будет вопрос-ответ, да, по тем основным моментам, которым мы получали обратную связь, то, что мы дорабатывали за последнее время, как изменилась платформа. Потому что, по большому счету, что такое транспортный движок, да, это платформа по бронированию билетов, в данном случае это авиабилеты. Мы говорим про регулярные рейсы, у нас широкий список авиакомпаний, как российских, так и международных, в том числе европейские и азиатские лук-постеры, да. В весенне-летний период топ-продаж это был Визеер с разлеткой из СНГ, в основном это были Ереван и Кутаиси по всей Европе. Продажи в Париж, Милан, что еще было, Ларнака за 4000 рублей, это были вообще хит-продаж. А нюансы, конечно, работы с Визеером, с лук-постером, это отдельная история. Это просто, скажем так, нюанс самого перевозчика, да, который часто опаздывает, но тем не менее, если подгадывать стыковки, самые лучшие варианты, когда прилетаешь в точку пересадки, ночуешь, делаешь остановку для клиентов и на следующий день уже вылетаешь с стыковочным рейсом, тем же самым Визеером в Европу. Вот самые лучшие варианты для клиентов, всегда беспроигрышный вариант, никто не бегает с чемоданами и не опаздывает. Так, если мы поговорим про транспортный движок, то, значит, что есть, какие преимущества, да, я бы это, наверное, не в формате презентации больше, а продемонстрировала бы вам на прямом бою, да, в личном кабинете, поменьше теории, и потом расскажу вам, как подключиться, потому что это один из тоже таких топовых вопросов, как подключиться, какой пароль, поэтому начнем с самого начала. Так, присылал несколько раз заявку на подключение, от вас ответа нет. Вот пишет Сергей. Это мы отставим к вопросу о подключении, потому что помимо отправления заявки, нужно еще отправить оформленное дополнительное соглашение, потому что если вы его отправляли ранее, когда-то там, это был наш старый продукт, на совершенно другом доменном имени, и те допники, которые вы оформляли, они уже не подходят, потому что там другой домен. Для подключения два пункта. Первое – заявка из личного кабинета, который вы сделали, это отлично, и второе – оформленное соглашение на адрес договора авиапостробоком, у вас сейчас это на экране. Так, ну что же, начнем, я тогда буду расшаривать экран. Скажите, насколько это видно вообще. Так, скажите, вы видите мой экран? Оставьте плюсики. Да, видно, хорошо, отлично. Тогда начинаем. Значит, я не буду долго задерживаться на самом бронировании, пройдем мы достаточно быстро. Потому что здесь нет никаких нюансов работы, особых. Париж. На внутреннем посмотрим. Так, здесь у нас с левой стороны есть фильтры. Ну, самые оптимальные и часто используемые это авиакомпании. время вылета-прилета, да, тоже интересный, удобный фильтр, кому это нужно. И аэропорты. Аэропорты и время стыковки на сложных маршрутах, когда вы выбираете, допустим, Москва-Париж, он, естественно, будет с пересадками, там, через Тамбул, и тогда мы длительность пересадки фильтруем вот с помощью этого фильтра. Это удобная история. Так, давайте с фильтрами тоже поработаем. Покажу, что у нас тут в авиакомпании на внутреннем перелете, да. Давайте аэропорт возьмем. Что мы здесь видим на карточке? Мы видим тип рейса регулярный, чартерный, потому что, кстати говоря, такой небольшой спойлер, мы в течение, наверное, одной-двух недель выведем чартерную перевозку, здесь будет видно регулярный либо чартерный, он также фильтруется здесь, фильтров можно прям будет выбирать. Сразу скажу, что будет вся чартерная программа, которая у нас доступна в продаже flight-only, она будет здесь представлена в транспортном движке. Аэропорт и вылет и прилет, рейс сразу же на карточке, кому это важно, для агентов, я думаю, что это один из тоже важных моментов. Подсказка о типе, маркотипе, тарифа, можно раскрыть детали, здесь показывается время к пути и тип борта, на котором летит. Если есть пересадки, то более подробно по пересадкам. Значит, какие нюансы? Если вы долго сидите на странице бронирования и что-то там общаетесь о чем-то с клиентом, нужно понимать, что вот это предложение ценовое, оно может устаревать. И в этом случае при завершении бронирования у вас выйдет ошибка, что, собственно, тарифы уже не актуальны и необходимо повторить бронирование. Мы сейчас ведем это к фоновому запросу автоматическому, но в целом длительное ожидание бездействия на странице, оно приводит именно к такому результату, поэтому если вы долго что-то согласовываете с клиентом, вам проще тогда заново свершить поиск и завершить букинг. То есть там 30 минут, условно говоря, ожидания, оно, как правило, завершится ничем. Ничем хорошим. Так, значит, что мы видим? Карточку перелета. Это предварительный тайм-ремит, который мы получаем от поставщика до бронирования. С правой стороны у вас идет, собственно, перелет, который вы выбрали, тариф, и есть такая функция, как скрыть детали для агента, что это такое. Мы здесь видим цену для клиента и для агента, да, но если вы демонстрируете клиенту, то вы можете одним движением руки, да, убрать эту информацию, чтобы он видел только клиентскую стоимость. Дальше у нас есть выбор тарифов, собственно говоря, какие представлены, да, вы видите, что при смене тарифа меняется и стоимость с правой стороны. Бегунок справа, он всегда за вами ходит, чтобы где бы ни были, вы видели, какие услуги вы выбрали. Значит, у нас есть агентские услуги. Это смс-информирование, гарантия возврата и справка о стоимости, смс-информирование, информирует на тот номер телефона, который вы будете указывать при выборе этой услуги, о всех изменениях в заказе, гарантия возврата, гарантирует возврат для клиента, то есть как продавать эту услугу. По сути, она распространяется только на случаи болезни, да, а при этом мы не взимаем никакие сборы за возврат и обмен, и вы с своей стороны, те сборы, которые вы указываете клиенту, например, у вас есть какая-то ставка за возврат, за процедуру, соответственно, это гарантия, если вы ее продаете клиенту, с которой вы тоже имеете свое вознаграждение, да, позволит клиенту не платить этот сбор. Ни с нашей стороны, ни с вашей, то есть он получает полную стоимость от оплаченной суммы при формировании предоставления необходимого пакета документов. Справка о стоимости, она идет с расшифровкой о всех услугах, которые включены в заказ, с расшифровкой о стоимости перевозки, включая тариф, включая таксы и все сборы, которые взимались по заказу. То есть чек, который будет предоставлен, да, там, в вашем случае не чек, я не знаю, каким образом вы взаиморассчитываетесь с клиентом, но тем не менее, вся сумма, которую он будет оплачивать по этому заказу, будет с расшифровкой справки, ее можно прикладывать, сдавать вместе с посадочными талонами в организации для того, чтобы опорнить командировку. Она будет достаточно, вот этот, условленный образец. В данном случае на аэрофлоте мы можем выбрать места. Так, что у нас тут свободно? Так, места тоже добавились в расчет. Есть страховки, в данном случае это врач-онлайн поездку, отмена поездки, страховка во время полета. Три услуги, с которой вы имеете 25% вознаграждения при предоставлении отчета агента. Вознаграждение по страховке выплачивается постфактум после отчетного периода. Непосредственно, если мы говорим про вознаграждение по авиаперевозке, оно оформляется в виде физической скидки, да, вот вы это видите, то есть вы оплачиваете сразу же стоимость на это для вас. Так, если вы авторизованы, да, а это очень важный момент, что если вы не авторизованы на сайте в качестве агента, то все ваши заказы, они будут забронированы как в B2C, и мы уже потом не сможем это перенести в B2B кабинет, это очень важно понимать, поэтому вы, когда переходите при авторизации из своего личного кабинета, авторизуетесь на FSTravel B2B, допустим, да, engine B2B, авторизовались, перешли в вкладку регулярной авиаперевозки и проверили, что вы авторизованы как агент. Если вы там не будете, вот, вот, пометки, что это агент, то вы понимаете, что вы авторизованы как B2C, соответственно, вы просто не подключены, скорее всего, в кабинет, либо не авторизовались вот на agent B2B пострадавку. Такая подсказка. Так, если вы авторизованы, то можно использовать справочник «Мои туристы». Что это такое? Это все бронирования, которые вы когда-либо совершали через транспортный движок. Всех пассажиры со всеми документами подтягиваются и сохраняются в этом справочнике. Видите, тут есть несколько даже типов документов, если он там несколько раз сохранялся как-то. Так, это у нас. Также в этом справочнике вы сможете добавлять для каждого пассажира несколько видов документов, например, загран и российский паспорт или свидетельство о рождении и выбирать, в тот момент, когда я вам показала при выборе пассажира, указывать необходимый документ, на который будет совершаться бронирование. Также этот справочник можно будет заполнять вручную, но если у вас пассажиры, ваши ключевые пассажиры, скажем так, которые возвращаются, летают с вами часто, то в справочнике эта информация после первого же букинга сохранится. Значит, на что обращаем внимание? на заполнение формы внесения ФИО. Значит, первое поле, фамилии, имя, имя, учество, его можно заполнять как на кириллице, так и на латинице. Но нужно помнить, что вне зависимости от того, что вы внесли здесь, если вы внесли здесь кириллицу, то в любом случае на бронирование уйдет латиница. И вот в этом поле мы показываем ту транслитерацию, которая уйдет в систему бронирования авиаперевозчику. Если вы вносите сразу же на латинице, то здесь просто это дублируется. То есть это такая справочная информация для вас, как будет забронирован пассажир. Более того, вы должны обратить внимание, что если вы бронируете международные рейсы, то, конечно, вам нужно вносить документы и ФИО пассажира согласно тому документу, по которому он полетит. Это заграничный паспорт. И в заграничном паспорте указывается только имя и фамилия. Отчества там нет. Оно есть на кириллице, но на латинице есть только имя и фамилия, которые вы вносите. Выбирайте здесь заграничный паспорт. Что здесь у нас? Значит, вот это вот поле, контактная информация, это информация, собственно, вашего агентства, менеджера, который совершает бронирование. Вы можете это редактировать в момент внесения. Значит, стоимость, опять-таки, взрослые одно место и стоимость к оплате. Все цифры совпадают. Я не удивлюсь, что у нас сейчас все это закончится плохо, потому что я говорила и долго бронировала. Ну, давайте попробуем. Ну, так оно и, собственно, и произошло. Сейчас сделаем все быстро. Я сейчас быстро забронирую, чтобы мы не теряли время. Уже без комментариев каких-либо. Если у вас есть пока вопросы по этапу бронирования, по пути бронирования, вы можете сейчас их задавать. Я пока завершу лупинг и посмотрю как раз вопросы. Покроем их. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, вот мы перешли сразу же в личный кабинет после бронирования. Я возвращаюсь к вашим вопросам, как и обещала. Смотрю, что есть. Только вас видно. А-а-а... Меня не было видно вообще. Вернее, не видно то, что я показывала, коллеги. Все норм. Супер. Если вопросов нет, видно. Супер, супер. Супер. Сейчас все норм. Хорошо. Скажите мне вот прям сейчас по пути бронирования все ли понятно? Нормально все было. Поняла. Спасибо большое за обратную связь. Все ли понятно на этапе бронирования? Или нужно к чему-то вернуться, пока мы не перешли к оплате? По бронированию все понятно. Понятно. Плюсики. Супер. Возражения не вижу. Тогда переходим дальше. Итак, мы оказались в личном кабинете уже внутри заказа, в котором что мы видим? Номер, дата и время создания заказа, статус оплаты, то конкретно, какой агент создал, метеду менеджер какой, да, в вашем агентстве, на какой мейл посадил эту заявку, номер для оплаты, как видите, он сейчас пустой, время на оплату, да, после бронирования, тайм-лимит, актуализируется, а, ну я, в принципе, другой тариф взяла, да, 6 часов 21 минута, стоимость, которую необходимо оплатить, стоимость заказа для клиента, это ваш, ваше вознаграждение и стоимость для агента для оплаты. Если мы это скрываем, да, то тогда клиенту в момент, когда вы это демонстрируете, экрану, ну, в принципе, ничего не видно. Что мы видим дальше по заказу? Здесь у нас появляются детали самого перелета, тарифа, здесь подробная информация о времени, пути, какой номер рейса, какая авиакомпания выполняет, да, из какого терминала вылет, откуда вылет, да, СВО терминал В, наличие багажа, да, если он платный, ну, здесь так указано, если бесплатно, то указывается норма. Дальше идет описание тарифа, подробное, детали пассажира, дальше к страховке, если вы не успели добавить страховки, это можно сделать, дополнительные услуги, про которые проговорил, их тоже можно после бронирования добавлять, все услуги, которые видны у вас, они возможны к бронированию значительной на любом этапе, в том числе некоторый ряд услуг возможен и после выписки, допустим, гарантия возврата после выписки уже оформить нельзя, но смс-информирование можно, справку можно, страховку до вылета можно, ряд дополнительных услуг по выбору места, по багажу после выписки и до вылета тоже можно, но не на все компании сейчас распространяют, не на все поставщики, смотрите, если это доступно онлайн, бронируйте онлайн, если нет, то через систему обращений все это сделает для вас служба поддержки, важно отметить, что служба поддержки у нас отвечает в течение часа и дает обратную связь по вашим вопросам, это очень важно, особенно в последнее время, когда замедлено на рынке сложности с коммуникацией, так, стоимость, и теперь давайте перейдем к оплате, значит, что у нас есть, какие способы оплаты, есть возможность оплатить банковской карты, но мы взимаем комиссию в размере 1,35%, здесь она указана, и общая стоимость, да, она увеличится на сумму комиссии, мы ее детализируем, дальше у нас есть возможность оплатить либо по счету, да, либо с помощью переноса, либо кредитный лимит, да, значит, каким образом, если мы говорим про перенос денежных средств между заявками, если это позволяет, а это от 60 минут, да, если это не вечер, то, в принципе, на текущий заказ, где у нас тайм-лимит 6 часов, вполне можно успеть перенести денежные средства через отдел оплаты, в этом случае вы формируете счет, ну, мы сейчас это сделаем на кредитном лимите, но я вам просто объясняю систему, формируете счет, у вас присваивается номер заказа, вы его, номер заказа для оплаты, вы его направляете в отдел оплат, вы пишете, с какого заказа, с тура, допустим, или с других билетов, перенести денежные средства и в каком размере на этот заказ. И, собственно, после того, как денежные средства будут зачислены, вы это увидите в личном кабинете и нажимаете на кнопку «Выписать билеты». Отмечу, что оплата и разнесение оплаты на заказ не равно выписка, то есть вы должны зайти в заказ и выписать в течение демиумента свой заказ. Так, мы сделаем моментальную оплату, это в кредит. Значит, что происходит в этот момент? Когда мы выбрали кредит, у нас формируется счет, да, и присваивается номер для оплаты, который у нас был пустой. Давайте посмотрим счет, где мы его можем увидеть. и заказ уходит на обработку. Что это означает? В этот момент, когда присваивается номер заказа, идет обновление информации в 1С, выгрузка заказа в 1С, рассматривается наличие кредитного лимита, есть он или нет, для этого агента, то есть по этому конкретному ННН, достаточно ли остатка кредитного лимита для выписки заказа, и как только у вас вот это серое время обработки поменяется там, да, на зеленый, вы увидите этот значок, то вы, в принципе, можете приступить к выписке заказа. До момента, пока заказ находится на обработке на стороне 1С, у вас так и будет вот эта серая плашка, подсказка о том, что сейчас выписка не пройдет, она завершится ошибкой. То есть все равно вам будет писать выписка невозможных, выписка невозможных, подождите, сделайте это чуть позже. Максимальное время ожидания, это прям потолок, это 10 минут, но на самом деле сейчас в течение одной минуты происходит загрузка, и мы это сейчас с вами увидим. С левой стороны у нас виден как раз таки текущий баланс, остаток по кредитному лимиту, задолженность, которая у вас есть по всем заказам и не только по кредитному лимиту, задолженность учитывается общая, то есть допустим вы выписали какие-то заказы выписали без оплаты, как и бывает, то эта задолженность у вас тоже будет учитываться в общем сумме и кредит тоже будет на нее разноситься. И соответственно, если у вас долг превышает сумму кредита, то выписка у вас будет невозможна. Итак, что у нас тут с заказом? Так, обработка завершена, выписка заказа доступна, и мы переходим с вами к выписке. Вот загорелась желтенькая кнопка успешная выписка. Мы видим статус, что оплата в кредит, мы видим сумму задолженности, которая перед агентством стала, да, и сумму задолженности необходимо погасить в течение трех дней с момента выписки заказа. Как это сделать? Вы скативаете счет, который у вас формировался, он лежит в пакете документов, счет агента, можно посмотреть на сумму. Счета у нас согласно агентскому соглашению включают сбор 25 рублей, которого по самоудержанию не выплачиваете. Собственно, согласно этому счету гасится должность. Так, что мы видим дальше? У нас сформировалась маршрутная квитанция, у нас появились печать билета, это распечатать маршрутную квитанцию. Мы сейчас это сделаем, посмотрим, что там. У нас появились еще две кнопки, помимо службы поддержки, это обмен возврат, сразу же заявки, которые можно подать тематического характера. служба поддержки, это любого свойства вопроса, включая там, все, что связано с этим заказом, с этой перевозкой, вы можете задавать в рамках обращения через службу поддержки. Тут есть прям тематические запросы, да, более самые распространенные, скажем так, и через вопрос прочего можете задать все, что угодно. Любой вопрос. И коммуникация будет внутри заказа, в рамках этого обращения, там есть чат, и в этом чате служба поддержки будет с вами коммуницировать, чтобы это не расползалось по почтам, по которым мы потом ничего не найдем, а все это будет в рамках одного заказа. Итак, значит, мы сейчас смотрим с вами маршрутную квитанцию, и переходим к очень важному разделу, это раздел финансовые отчеты и настройка личных сборов. Но я перед этим отвечу на ваш вопрос, если таковые есть. Маршрутная квитанция включает в себя непосредственно сам билет, саму маршрутную квитанцию от перевозчика, то есть ценой перевозчика. Обязательно смотрим на номер для онлайн-регистрации, который может отличаться от номера бронирования. Это очень важный момент, который надо подсветить, чтобы номер букинга и номер для онлайн-регистрации это разные номера, маршрутки они есть, и дальше уже непосредственно идет декомпозиция по билету, включая все сборы, которые тут есть, и даже сборы субагентов, то есть вас, потому что это финальная стоимость билета на клиента. Так, здесь все. Также имею в виду, что номер для онлайн-регистрации есть в заказе, после выписки он подсвечивается. Я перехожу к вопросам. Так, в чем фишка, к чему у вас надо брать билеты? Пропустил, возможно, заводировать билет в день выписки суммы штрафа, какие требования по агентству для получения кредитного лимита, как рассчитывается возможный кредитный лимит для агентства. Итак, в чем фишек, почему у нас? Первое, у нас есть возможность переноса денежных средств между всеми заявками как туроператора, то есть туров на билеты, с билета на тур, раз. Второе, всечарперный перевоз, который оператора, представлено в транспортном движке, два, и она уйдет с других каких-то площадок, с которыми, возможно, вы там работали. Это этот момент. Второе, вы регулируете свои сервисные сборы в личном кабинете, получаете фиксированное вознаграждение за продажу страховых продуктов, также вы имеете возможность устанавливать свои сборы на агентские услуги, про которые я проговорила, и на авиационные услуги, и тоже с этого иметь какой-то доход. И, что немаловажно, все отчетные документы, которые есть, формируются в этом личном кабинете, вы это видите. И я еще раз подчеркну про операционную службу. Операционная служба у нас работает ежедневно с 9 до 9 по Москве, и скорость ответа и покрытие ваших запросов 1 час. Что касается авиаперевозок, у нас широкий спектр авиаперевозок, я имею в виду перевозчиков как в европейских, в российских и азиатских в том числе. Надеюсь, я ответила на вопрос и покрыла почему у нас. Потому что в рамках экосистемы есть возможности дополнительные для агентства, вы не выходите в разные поставщики, не входите, вы получаете всю коммуникацию внутри одной точки входа, в том числе если мы говорим про продвижение денежных средств. Так, у меня тут происходит сейчас я отключу секунду, секунду, остановлю показ, у меня тут какая-то активная с каким-то переписка пишут люди, чтобы это не великого. Надеюсь, станет полегче. Возвращаю демо. И, коллеги, не забываем о том, что мы в рамках продвижения этого продукта для наших агентов подбираем в том числе контент для размещения и публикации в социальных сетях, которые мы точечно, в том числе в регионы, направляем. И если вам нужно для того, чтобы вы расширили свой ассортимент, услуг, продвигать авиацию, вы с этим никогда не сталкивались, но ваши клиенты так или иначе приобретают эти билеты, но почему-то они это делают не через вас и через кого-то еще, то мы можем оказать вам этот саппорт и делать вам эти подборки, направлять, показать, как и что можно разместить прямо готовые вендинги. Поэтому пользуйтесь этой возможностью. У нас сейчас не знаю, приходили к вам это еще или нет, но я думаю, что скоро до вас эта информация дойдет. Мы в рамках фокус-группы это все отрабатываем. У нас есть менеджер по продвижению продукт-транспортный движок именно по работе с агентами. Его зовут Артем Седов, который либо в рамках телефонного обзвона, либо в рамках непосредственно какой-то письменной коммуникации выходит на агентство, в том числе с предложением вот такой формат взаимодействия. Я рекомендую воспользоваться, лишнего точно не будет, и вы посмотрите, насколько это интересно и вообще актуально для вас. Так, возможно ли завайдировать авиабилет? Войд билета, это возврат билета, вы это оформляете в день выписки, возможно, сбор 100 рублей. Какие требования по агентству для получения кредитного лимита? Кредитный лимит вы согласовываете со своим аккаунт-менеджером, рамки этого лимита определяются естественно на уровне вашего объема продаж, на уровне вашей кредитной истории, которая была в рамках нашей компании, насколько задерживали оплату, задерживали, все время погашали, тоже все смотрится, но в любом случае детали о сумме и о возможности открытия кредитной линии вам расскажет ваш аккаунт-менеджер. Они более тесно связаны с вами и вернулись к вам с обратной связью, поэтому вопрос вам нужно будет только направить его. Что касается выписки, здесь я все это проговорила, есть ли вопросы еще какие-то дополнительные. Вопросов не вижу. Тогда давайте перейдем к разделу финансовые отчеты. Наверное, самому интересному разделу. И после этого уже к тому, каким образом отправлять заявки на подключение. Итак, раздел финансовые отчеты. Что здесь? Здесь есть несколько вкладок. Основные ваши рабочие вкладки это будет финансовая информация и настройки правилов сборов. Правила сбора уже предустановлены с нашей стороны. Вы можете зайти и отрегулировать эти правила на предупреждение, которые вам нужны. То есть эти сборы, которые сейчас у вас отражаются на каждой выбранной услуге. То есть в поиске вы видите уже стоимость брута, комиссионную стоимость на клиента. и вот ваш сбор, он заложен вот здесь. Вы можете поменять по своему усмотрению, по своим каким-то внутренним настройкам, более тонким, в зависимости от перевозчика, в зависимости от города выгода. в чем вы хотите брать процентов, фиксированной сумме, международная. Мы используем самые простые правила. Я рекомендую использовать, чтобы не запутаться особенно на первых парах, если не работаете с каким-то альтернативным поставщиком или не сталкивались с этим. Покажу, как это делается на примере. Я рекомендую использовать самый простой способ, это допустим эконом, любой тип перевозки, в одну сторону обратной либо сложной, использовать внутренний перелет. Внутренний перелет, дальше устанавливаем внутренний перелет, это значит по территории РФ. Устанавливаем размер сбора в чем процент или в рублях и к чему применяется к пассажиру или к заказу. И тут у нас подкасты как будет рассчитываться в зависимости от того, что вы выбрали, какую сумму сбора вы получите. Как это считается? Если к пассажиру, то умножается на количество пассажиров, если к заказу, то сумма фиксированная, то есть стоимость перелета на всех пассажиров, плюс сумма, которую вы указали. Если это процент, от всего заказа она будет одна, но мы говорим заказ это именно в рамках перелета, то есть какие-то дополнительные услуги агентские или страховка в расчет этого процента не попадают. Важный момент. Следующее правило, которое можно установить, более сложное, например, уже бизнес, тоже внутренняя перелепостка, но, например, не тысячу рублей, а пять тысяч рублей. А если мы говорим про международный тип перевозки, то здесь оставить, например, на любой тип тарифа международный перевозки, например, 5% от стоимости перевозки. И вот по таким правилам попробовать поработать, сумму вы определяете сами, мы рекомендуем увеличить более 20%, не делать слишком большая разница с туроператором и с другими агентами и все-таки клиентов тоже привыкли сравнивать. также можете использовать городовый прилеток и у нас есть дополнительные еще условия в виде страны были там, начало вылета, маршруты можно указывать, но это уже более тонкая настройка. если вам это актуально, мы можем вам даже помочь индивидуально настроить ваше правило бронирования для клиентов, правило ценообразования, скажем так. Это что касается финансовой информации и правил сбора, а вернее только правила сбора, что я опережаю события. Значит, посмотрю, есть ли вопросы по правилам сбора. Пока нету. Тогда вернемся к финансовой информации, что здесь. Это сумма кредитного лимита, которая у вас, в принципе, вам открыта. Остаток по кредитному лимиту. Сумма долга, вся эта информация, именно остаток и сумма долга, она отражена и здесь, чтобы у вас всегда были перед глазами здесь детально. И сумма переплат. Что такое сумма переплат? То есть, если вы оплатили какой-то заказ, по нему потом произошел возврат, эти деньги висят на закате, или вы оплатили заказ чуть больше суммы, чем он стоил, по какой-то там своей причине, то эти денежные средства, они так и останутся на закате. И перенести их, они не попадут в общественную баланса, для свободного зачисления, вам нужно будет переносить эти денежные средства с конкретного заказа, только копеек, с заказа на заказ. То есть, здесь уже только по вашему распоряжению отдел оплат может это перенести. мы тоже подключим. Что можно посмотреть? Во-первых, список неоплаченных заказов, и здесь можно провалить сразу же заказ, или получить счет для того, чтобы его оплатить. Есть также заказы с переплатой, про которые я проговорила ранее. Здесь допустим сумма переплат, 3 рубля, 2 рубля, они все равно фигурируют в этом списке. Пока если они не будут приведены к нулю, они у вас будут числиться в списке переплат. Пока вы их перенесете. Есть история кредитного лимита. Это если у вас было движение и изменение кредитной линии, вы можете посмотреть, от какой даты мы хотим узнать историю. Например, вот 1 октября. Нет данных по заказу. Это просто. посмотрим с вами. Список счетов. Получить счет для выполнения депозита, получить счет агента. Вот отчет агента. Здесь сосредоточимся по поводу истории кредитного лимита. Это я уточню. Разработка не так. Что здесь? Значит, отчетный отчет агента. он формируется за календарный период. За календарный период, извините. Можно выгрузить как единым отчетом, так и по заказу. Это для тех, кто формирует документы для каждого заказа индивидуально. Весь список заказов, которые у вас были за предыдущий период, он будет выгружен. Спасибо. потому что тестовый. платежей для динес нет, но вы сможете это сделать у себя. Сможете это сделать за какой период, либо за конкретный период, либо за конкретный день, вы увидите все платежные транзакции, которые были разместены у вас по заказам за этот период. Так, вот с учетом агента посмотрим еще раз. не было значит заказов за какой период. Так, смотрим, вот этот отчет, значит, этот отчет за апрель, мы оформляем согласно доп. соглашения как комплекс туристических услуг, город назначения, дата, отправление, да, выносим в виде агентского вознаграждения 25 рублей, и в случае, если была опорная страховка, как вот здесь, мы отражаем агентское вознаграждение в размере 25%. Вот при предоставлении данного отчета сумма сборов за агентское вознаграждение за продажу штрафовых услуг будет перечислена вашему агентству. Так, что еще здесь из самого актуального? Пожалуй, история список заказов, отчет агента обязательно, история платежей за период и список неоплаченных заказов. Это, наверное, самые горячие кнопки, которые вам нужно будет знать. И еще раз отмечу, что если вы оплачиваете, то есть выписываете билет не моментально выписка, то есть не оплата карты или не оплата в кредит, а с помощью переноса, либо если это длительный донимит, минус 24 часа вы оплачиваете безнану по счету, то отлавливать и смотреть зачисление денежных средств вам как раз таки нужно будет именно в разделе финансы и отчеты, история платежей и история с переплатой. Вот эти вот список заказов с переплатой он у вас здесь будет числиться. До момента оплаты он у вас будет в списке заказов неоплачен. задолженность и уйдет он из него только если вы не оплатили уйдут такие заказы у вас только после аннуляции в тайм-лиме то либо если вы сами его аннулируете из личного кабинета путем отмена позиций. Есть такая кнопка она отменяет заказ, отменяет бронирование системы поставщика. И также в заказе можно посмотреть зачисление денежных средств сейчас покажу эту строчку чтобы вы например не бегали по разделу финансов вы можете в принципе работать в рамках заказа но тем не менее раздел финансов надо посмотреть конечно коллеги скрыли это видимо наш ноу-хау про который я еще не знаю здесь раньше была такая строчка про оплату и про зачисление денежных средств по той или иной причине либо по обращению от агентов скрыли не знаю точнее почему то есть это временно или на постоянной основе раньше такая прям плашка была когда были зачислены денежные средства по этому заказу теперь видимо мы все это смотрим в разделе финансов и отчеты так коротко если мы говорим про личный кабинет то все готова больше ответить на вопросы может быть что-то отметить для вас какие-то спорные моменты можно проговорить если что-то есть такое давайте сейчас обсудим особенно те кто с нами работал чтобы накопили давайте проговорим коллеги ничего нет я делаю вывод что если перечень авиакомпаний по которым выплачивается комиссия и размер например ТК с вылетом СРФ да есть он прикладывается к дополнительному соглашению когда вы его имеете это неоткрытая информация что-то еще может быть есть тогда еще раз акцентирую каким образом подключиться значит на сайте аджин битуби вы авторизовываетесь заходите в раздел регулярные рейсы и проваливаетесь на страницу с подсказкой что вам нужно сделать у вас там будет насколько я авторизована я это не вижу здесь покажу вот вы на такую страничку проваливаетесь но она будет наподобие выглядеть где будет два которые необходимо выполнить первое это скачать соответствующие вашу форму дополнительные соглашения либо для независимых агентств либо для франчайзинга заполнить его и отправить на почту договор авиа это первый пункт и второе это подать заявку из как раз таки личного кабинета B2B вы отправляете запрос на продажу авиабилетов вы его отправили и дальше следите за статусом этого запроса и как только вы выполните два этих пункта то есть идут в соглашение корректное и заявка подана то мы ее отрабатываем и подключаем если все корректно вас подключат к продаже могут быть какие-то замечания подобных соглашений к вам возвращаются если вы допник не отправляете или отправляется на другой адрес то тоже заявки висят без движения имейте это ввиду если они долго висят то мы потом это все отклоняем с комментариями нету дополнительных соглашений необходимо выполнить первый пункт условий по подключению и ведем на страницу вот этой справочной информации а что нужно сделать вот поэтому на самом деле делается все быстро но какие-то этапы все равно теряются поэтому подсвечиваю напоминаю так есть еще какие-то вопросы я пока верну тогда наши нету вопрос давайте проведем небольшой вопрос и среди тех кто первый ответит на этот вопрос мы разыграем нашу гарантированную продукцию вопрос будет такого характера как быстро или какое максимальное время обработки заказа до выписки на стороне 1С есть варианты 1 час еще что-то будет 10 минут вот елена пенкина была абсолютно права я вас поздравляю совершенно верно 1 час это сразу же скажу что это такое чтобы не наслабилось 1 час это таймлимит при котором то есть если таймлимит составляет от 60 минут и более вы можете обратиться в отдел оплат за переносом денежных средств и вы успеете это сделать если меньше 60 минут то вероятность успеха переноса денежных средств по этому заказу с таким коротким таймлимитом она стремится к нему и имейте это ввиду здесь в этом случае нужно использовать альтернативные способности оплаты либо кредит если у вас он есть либо оплата банковской партии а вот как раз таки обработка заказа на стороне 1С она занимает максимально сколько может занимать времени 10 минут для чего я это подсвечиваю чтобы при работе если вы сталкиваетесь вдруг нажимаете на кнопку выписки а там что-то происходит вам пишут что заказ еще не обработан вы могли понимать максимальные временные интервалы да и сориентироваться если у вас таймин не позволяет то сохранять спокойствие да и в это время выписать заказ но подчеркну что сейчас в течение минуты то есть это как бы быстрее еще даже минуты это и нет 60 секунд обработка завершается успешно и заказ выписывается я вам это продемонстрировала сегодня но тем не менее отмечаем что максимально допустимый слот 10 минут Елена ваши данные тогда напишите мы вас обязательно поздравим наши наши брендированные продукции отправим что-то от фанаса напишите обязательно контакты хотя я думаю при авторизации в этом все вставляли коллеги если вопросов ко мне нет на event маркетинг а нужно отправить на event маркетинг контакты свои правила я понимаю у нас там есть подсказчик на event маркетинг кэш-требел вам нужно отправить свои данные Елена чтобы были первые чтобы угадали правильный ответ и вам пришлют подарки коллеги если вопросов нет я была рада вас видеть слышать не слышала но видела ваши реакции в чате надеюсь увидимся уже либо на каких-то овощных мероприятиях либо увидимся все-таки непосредственно в формате взаимодействия для непосредственно нашей работе еще раз отмечу наша команда поддержки работает ежедневно с 9 до 9 поэтому ваши запросы не останутся без ответа в этот интервал времени всем хороших продаж отличного настроения и хорошей недели всем пока спасибо 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 Продолжение следует...